В эфире программа «События» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Небо. Наши. Разработками самарских ученых заинтересовались Министерстве обороны России. Будущее зависит от всех и каждого. Губернатор Николай Меркушкин встретился с жителями Самарского и Ленинского районов. Чтобы учеба была в радость, в Самаре прошла акция «Внимание, первоклассник». Желание жителей – закон. В Самаре продолжается ремонт внутриквартальных дорог. К холодам готовы. На финишной прямой подготовка к отопительному сезону. Разработкой самарских изобретателей заинтересовались Министерстве обороны. Инноваторы создали программу, способную одновременно управлять несколькими беспилотниками. Это, по их словам, поможет за минимально короткие сроки с высоты птичьего полета изучать обстановку на больших территориях. А в дальнейшем разработка может стать незаменимой в спасательных и военных операциях. Где сейчас кружат беспилотники и каковы планы изобретателей, узнала Алина Чемерес. Эксклюзивный репортаж. Сейчас я выбрал однократный облет. То есть они облетят все один раз и вернутся на базу. Можно поменять на патрулирование. То есть они будут постоянно. По сценарию пять беспилотников летают над полем, чтобы изучить площадь посевов. Пока это только симуляция. Квадрокоптеры к компьютеру не подключены. Программа работает вхолостую. А вот это кадры реальных полетов. Группа из трех аппаратов кружит над полем с подсолнечниками, чтобы уточнить его границы. Территорию площадью в 420 гектаров изучали 8 часов. В результате создали 3D-модель полей и предоставили агрономам важные сведения. Первый наш выезд туда, нас первое, что попросили, это поехать на поле с подсолнечником и оценить, сколько поел слизень подсолнечника. То есть мы туда приехали, облетели эту площадь, оценили сразу с помощью нашего портала площадь. Площадь оказалась там где-то 2,5 гектара. Это была уже полезная, ценная информация для агронома. Разрабатывать программу, которая может управлять Роем беспилотников, Денис Будаев и его команда начали в прошлом году. По их задумке оператор только ставит задачу перед аппаратами. Дальше машины работают сами. По каналу Wi-Fi общаются, обмениваются данными и передают сведения на компьютер. Подключить к системе можно хоть сотню беспилотников. В программе все равно. Согласно ей, если один аппарат выходит из строя, остальные перераспределяют его обязанности между собой. На это им требуется пара секунд. Это стенд генерального конструктора. Несколько экранов. Сейчас ситуация здесь моделирована. На этом экране отображается то, что видит в данный момент перед собой оператор. Здесь состав группы беспилотников. Их высота над землей, скорость и уровень заряда. А здесь мы видим, как могут общаться между собой квадрокоптеры. Какую задачу сейчас они выполняют. Пока разработчики могут изучать информацию с беспилотников только после полета. В планах сделать так, чтобы данные можно было получать в режиме онлайн и сразу анализировать. По словам Дениса Будаева, разработанная его командой программа может быть полезной в разных сферах. Когда счет идет уже на минуту и секунду, и нужно быстро посмотреть какую-то территорию и понять, есть ли там, например, пострадавшие, есть ли там очки задымления, лесные массивы какие-то, акватории, опять же, какие-то пострадавшие. И плюс задачи, где нужен постоянный мониторинг. Разработкой самарских изобретателей уже заинтересовались в Министерстве обороны. В начале сентября авторы проекта поедут в Москву на международный военно-технический форум «Армия-2016», где презентуют свою инновацию. Спектр применения на самом деле широк. Это и разведывательная операция, это и ударная операция, это спасение, это установление минных полей, заграждений, это развертывание сети, связи. Как мы считаем, это во многом увеличит боеспособность наших войск, подразделений и так далее. Чтобы инновационные проекты смогли стать полезными в крупных отраслях, разработчиков поддерживают на федеральном уровне. Программа «Generation S» существует 2013-го. За это время свои проекты во всех сферах представили тысячи изобретателей. В этом году одно из направлений курирует «Самара». Тут есть за что бороться. Призовой фонд, международные стажировки для победителей и прочее, прочее. На самом деле основной выгодой от участия в этом проекте может стать построение бизнеса с лидером в отрасли. То есть вот это самое главное, на мой взгляд. Все остальное, по сравнению с такой возможностью, это все мелче. Разработка Дениса Будаева – один из самых ярких проектов «Generation S» в прошлом году. Всего было более тысячи участников со всей страны. В этом году программа представлена по восьми направлениям. И только в «Самару» уже прислали около трехсот заявок. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События. Мост-дублер возле старого моста по улице Главной может появиться в историческом центре «Самары». Планы построить еще один транспортный переход были озвучены на встрече губернатора Николая Меркушкина с жителями Ленинского и Самарского районов. Олег Зверев продолжит. Музей под открытым небом – так горожане и гости Самары называют Ленинские и Самарские районы. Исторический центр сегодня постепенно приводится в порядок. Идет ремонт фасадов и дорог. О перспективах старого города речь шла на встрече, которая состоялась в здании филармонии. Чтобы реализовать все задуманные проекты, региону необходима поддержка Москвы. А для этого нужно привести как можно больше своих представителей в Государственную Думу на выборах, которые пройдут в сентябре. Нам надо укрепить свои позиции, укрепить, стать практически единой командой. И снова встанет вопрос, а как нас еще оценят свои, наши? Наши политические руководства страны, партии и так далее, пары разных правительств. Мы стали опорной точкой, опорным регионом в это время. Мы свое плечо подставили стране или нашу хату с краю. По словам Николая Меркушкина, сегодня тот исторический момент, когда жители страны должны объединиться. В Самарском районе люди готовы проявить сплоченность. Год назад они подтвердили свою позицию, приняв участие в выборах местных органов власти. Как депутат Самарского района, я хочу сказать, что у нас очень интересные жители. Они такие, знаете, как одна большая дружная семья. И во многих дворах они нам сказали в завершении встречи. Не переживайте стать нас самым. Мы обязательно пойдем вместе, проголосуем, потому что очень хочется не подвести. Не подвести прежде всего самих себя, чтобы Самара вышла на новый уровень качества жизни. Пожелание об этом высказывали самарцы. Одна из самых масштабных строек исторического центра – Фрунзенский мост. Это будет самая современная транспортная артерия города. По вашей инициативе началось возведение строительства Фрунзенского моста. Хотелось бы услышать сроки окончания сдачи его. Ну, если все нормально сложится, мы планируем его в 2018 году ввести. И более того, есть в планах, пока предварительно, нет решения этих, что этот мост старый. Рядом сделать еще такой же мост, только по этому, по старому мосту будет в одном направлении, а по новому – в другое направление. С тем, чтобы и эту часть дополнительно разгрузить. Мост-дублер не просто сможет дополнительно разгрузить центр города, но и станет достойным его украшением. Олег Зверев, Константин Головин. События. Жара еще не отступила, а само оружие почти готово к отопительному сезону. Но сейчас специалисты проверяют котельные, перекладывают теплотрассы, восстанавливают асфальт после ремонта или замены труб. Все работы должны быть завершены до 15 сентября. Сейчас степень готовности источников теплоснабжения – 80%. Жилищного фонда – чуть выше. В лидерах Ленинский, Октябрьский и Кировский районы. Городские службы укладываются в график. Оценивая сегодня готовность, я могу с уверенностью сказать, что те задачи, которые определены постановлением главы, они будут выполнены. Я считаю, что мы в этом году более собранно и более целенаправленно работаем по направлению подготовки к зиме. Бетономешалка, погрузчик и трактор временно поселились в Самарском дворе на Волжском проспекте. С самого утра и до позднего вечера здесь кипят ремонтные работы. Меняют бордюрный камень, асфальт и тротуары. Жители с радостью переждают временные неудобства. Зато потом, говорят, будет не двор, а мечта. Как идет ремонт утреквартального проезда на Волжском проспекте, увидела Марьяна Мирная. Дома 60-х годов постройки. Во дворах с тех самых пор ремонта не было. Со временем асфальт разрушился настолько, что ездить по нему стало опасным. Жители на самом деле страдали и очень здорово страдали на эту тему. Почему? Потому что ямы доходили, наверное, по диаметру до 2 метров и глубиной до 15 сантиметров. Машины, как говорится, ездили шепотом. Тихо-тихо. Проехать было практически невозможно, а зимой это еще более проблемно было. Ремонт внутриквартальных проездов в Самаре ведется с учетом пожеланий жителей. Так и здесь подрядчики прислушались к просьбам людей и организовали столь необходимые парковочные площадки. Парковочные места в этом, именно в этом дворе, то есть у нас будет две площадки у нас. Соответственно, они будут на 30 автомобилей. Был спил деревьев подготовлены и будет упадка. Соответственно, все в сроке. Ремонт внутриквартального проезда идет по графику. Отставаний нет и подрядчики уверяют, что закончат в срок. Гарантию дают 5 лет, а также обещают не оставлять после себя разгром. По окончанию благоустройства, они также обязаны подрядчик вывести весь строительный мусор после себя, произвести обратную отсыпку бортового камня, ну и, соответственно, оставить чистотой порядок после завершения всех работ. К концу октября во дворе домов на Волжском проспекте будет новый бордюрный камень, асфальт и пешеходные тропинки. После чего начнется благоустройство прилегающей территории. Марьяна Мирная, Василий Калдашов. События. Разговор о культуре и не только. Глава Самара Олег Фурсов провел встречу с руководителем учреждений культуры. Речь шла о важных достижениях в городе за последние два года. Крупнейшие инфраструктурные проекты системы ЖКХ и реформа местного самоуправления. Подробности у Ларисы Шалафаст. На встрече с руководителями учреждений культуры Самары глава города рассказал о том, что сделано за последние пару лет. В городе усиленными темпами идет строительство жилья. По итогам прошлого года по этому показателю Самара стала лидером в Приволжском федеральном округе. Возводятся новые школы и детские сады, спортивные объекты. Продолжается ремонт дорог. Особое внимание и благоустройство дворов. В этом году жители активно присоединились к общегородской уборке и навели порядок в своих дворах. Но несмотря на большие усилия, по-прежнему находятся люди, которые портят фасады домов, разрисовывают остановки, ломают лавочки и поджигают урны. От этой ситуации нужно уходить, побуждая людей, наводить порядок у себя внутри двора. Мы принимаем абсолютно все замечания, мы соглашаемся с ними, стараемся работать. Но вы понимаете, не хватит никаких сил и средств для того, чтобы все замечания, все недостатки в городе устранить. Должна быть, конечно же, общественная активность. Город меняется не только внешне. Проведена масштабная реформа местного самоуправления, в результате которой внутригородские районы получили самостоятельность. Значительная часть обращений стала аккумулироваться на районном уровне, и главы стали эти вопросы решать. Исходя из пожеланий населения, главы в рамках собственных бюджетов принимают решения, например, об установке заборов, о ремонте ян, о покраске фасадов или стрижке газонов, деревьев и так далее. Вот по мелочам, по небольшим район этим занимается. В завершении встречи за успехи и высокие результаты в работе глава города вручил благодарственные письма работникам культуры. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. Выборы под госконтролем. В Самару прибыли члены совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Они проверяют ход избирательной кампании. Эксперты изучают агитационные материалы, общаются с кандидатами, выслушивают жалобы. Обо всех нарушениях, которые будут выявлены, доложат в Центр избирком. По закону у всех зарегистрированных партий есть право вести предвыборную кампанию на равных условиях. Но, как выяснилось, не все активно вступают в борьбу за избирателей. Какой-то жесткой политической борьбы не почувствовали. Мы предполагаем, что все-таки должен быть некоторый напор в кампании агитационной. Потому что реально кандидаты-депутаты должны бороться друг с другом. Они должны излагать свою программу. Программных материалов мы тоже не увидели. Я так думаю, что избирателю в тех условиях, которые эти полтора дня мы наблюдали, я думаю, что какой-то осознанный выбор критически избирателю сделать будет сложно. Забота, традиции и технологии – три главные составляющие правильного продукта. Жигулевский пивоваренный завод отмечает юбилей 135 лет со дня основания. Поздравить работников предприятия на торжественный концерт прибыли губернатор Николай Меркушкин и глава Самары Олег Фурсов. За сохранение и развитие традиций, в том числе и в годы войны, предприятия наградили памятным знаком Куйбышев запасная столица. Лучшие работники получили грамоты и подарки. Губернатор Николай Меркушкин отметил, что завод за счет акцизов ежегодно пополняет областной бюджет на полтора миллиарда рублей. Глава города Олег Фурсов подчеркнул, главное, что завод не просто производит пенные и газированные напитки для Самары и всей страны, но и оказывает благотворительную помощь, способствует развитию культуры и спорта в регионе. В этом году на эти цели было потрачено 200 миллионов рублей. Все как и 100 с лишним лет назад, когда стараниями Альфреда фон Вакана, основателя завода, в Самаре появились набережная, яхт-клуб и электростанция. То, что было заложено 135 лет назад, это ново и сегодня дает отдачу. Конечно, каждое поколение свою планку, свою высоту брало. И сегодняшнее поколение людей, которые работают, они достойны того, что сделано было 135 лет назад. Завод не останавливается только на производственной программе. Он понимает, что нужно участвовать в жизни города, помогать детским организациям, ветеранским, ветеранским работать в сфере социальной защиты, помогать спортивным объединениям. И плоды этой помощи, они заметны, и очень высоко ценятся горожанами, властями. Мы, конечно, приветствуем такие парковки. Далее коротко о других темах дня. В центре Самары во время проведения праздничных мероприятий, посвященных 135-летию Жгулевского пивоваренного завода, часть магистрали будет закрыта для движения автотранспорта. 28 августа 17.30 до 22 трафик будет ограничен на следующих участках. По улице Вилоновская от Чапаевской до Галактионовской. По улице Чапаевской от Вилоновской до Красноармейской. По Шостаковича от Фрунзе до Чапаевской. Изменится и схема движения автобусных маршрутов 24, 92 и 297. Подробности можно узнать на сайте городской администрации. При ремонте теплотрассы на Зубчининовском шоссе была обнаружена граната. Ремонтные работы были экстренно приостановлены. Саперы подтвердили, что данная находка является боевой или учебной гранатой типа F1. Визуально граната выглядит старой. Вероятно, что она находилась в земле долгое время. В Самаре вскоре может появиться памятник государственному и общественному деятелю, действительному статскому советнику, почетному гражданину городов Вятка, Самара и София Петру Алабину. Часть денег на сооружение скульптуры уже нашлись. 300 тысяч рублей поступили в бюджет города от благотворительных организаций. Эти средства пойдут на организацию конкурса на разработку изваяния знаменитого городского главы Самары. Выпуск продолжит новости экономики. Слово нашему обозревателю Ларисе Шалафаст. Здравствуйте. Нефть марки Brent опустилась до 49 долларов 30 центов за баррель. Из-за опасений избытка предложения на мировых рынках. Доллар на этом фоне продолжает укрепляться. На 26 августа Центробанк установил курс американской валюты на отметке 64 рубля 94 копейки. Евро 73 рубля 21 копейка. Золото стоит 2786 рублей, серебро 39 рублей 20 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 62 рубля 52 копейки, дороже всего продать за 66 рублей 89 копеек. В Египте из-за низкого туристического потока закрылись 220 отелей. Россияне все чаще стали отправлять деньги внутри страны при помощи электронных кошельков и банковских карт. По сравнению с прошлым годом рост на 74%. А на телевидении и радио могут вернуть рекламу алкоголя и лекарств по рецепту. Но по-прежнему транслировать ее планируют только в ночное время. На этом все. Удачи в делах. Чтобы первый день в школе не был стрессом, об учебе будущим первоклассникам рассказывают как о празднике. В промышленном районе Самара устроили акцию «Внимание, первоклассник!» В игровой форме ребятам рассказали, что их ждет в ближайшие 11 лет. Марина Кравцова с подробностями. Тетради, ручки, портфели и форму приобретены. До дня знаний меньше недели. Осталось подготовиться морально. Первый раз в первый класс – миссия ответственная. Не меньше будущих учеников волнуются родители. Мы как-то привыкли, что он рядышком. В садике вроде как-то спокойнее. А тут школа все-таки взрослая. Взрослая жизнь. Ей нравится. Она не волнуется. Родители волнуются больше. Детский сад, где каждый день праздника остался в прошлом. Впереди нелегкий ученический труд. Чтобы переход в новый этап жизни прошел как можно легче, для детей устроили акцию «Внимание, первоклассник». Задание на эрудицию, викторины, конкурсы. Тоже учеба, но в игре. Еще раз хотим вам рассказать о том, что именно в школе овладевают знаниями. Что ребята были уверены в своих силах. Не боялись трудиться. И, конечно же, принимали активное участие в школьной, во внешкольной жизни. И были гордостью для своих родителей. Такие акции в промышленном районе проходят ежегодно. Непременно с подарками и угощениями. Дети знакомятся с будущими одноклассниками. На торжественную линейку придут уже с новыми друзьями. Новая жизнь для ребенка. Абсолютно. Но вот для того, чтобы они как бы адаптировались быстрее. Вот проходят такие встречи в районе. Они проходят не только на этой площадке. И территориальное объединение ТОСы проводят ежегодно. При необходимости консультационную помощь по самым разным вопросам окажут и родителям. А каждый первоклассник 1 сентября станет участником Всероссийского движения школьников. Новой организацией, призванной систематизировать всю воспитательную работу и объединить учеников. Марина Кравцова, Сергей Баскин. События. Нужные специалисты в шаговой доступности. В Самаре в рамках тематического направления старшее поколение консультанты собираются в одном месте и помогают пожилым людям, разъясняя возникшие вопросы. Также на встречах присутствуют медики, чтобы проверить состояние здоровья и дать рекомендации. Яркий пример. Советский район туда отправилась наша съемочная группа. Проконсультироваться по юридическим вопросам, померить давление и просто попить чай в хорошей компании. Галина Рыбакова регулярно посещает собрания жителей Советского района. И полезно, говорит, и приятно. Это рядом с домом. Можно сказать, они сами к нам домой приехали. Потом, значит, это очень удобно и приятно вот просто прийти к людям, которых уже, знаешь, с которыми встречалась не один раз. И, в общем, это прекрасно. В Советском районе больше ста тысяч пенсионеров. И у каждого из них свои просьбы, пожелания и проблемы. Такие встречи помогают понять, на что обратить внимание районным властям. Для этого собрание посещают и представители соцзащиты. Люди обращаются к нам после этого. И в наши центры, особенно, вот я говорю, компьютерные классы, у нас постоянно даже очередные записаны, которые люди приходят, общаются. Ну, не получилось с первого раза. У нас нет такого ограничения, скажем там. Люди могут приходить и дальше, и больше. Юридические консультации, информацию из пенсионного фонда, медицинскую помощь пенсионеры получают бесплатно. В рамках проекта на связи с губернатором. По тематическому направлению – старшее поколение. Марьяна Мирная, Максим Гусев, События. У часовни святителя Алексея финишировал автопробег открытия земли Самарской 21 век. На торжественном закрытии участникам пробега вручили знаки ГТО и дипломы от Самарской городской думы. Экспедиция длилась пять дней. Маршрут проходил по 18 муниципальным образованиям региона. Путешественники посетили святые места Самарской области. Марш-бросок был приурочен к 165-летию губернии. Участники автопробега сплотились и стали самой настоящей семьей. Они вместе преодолевали аномальную жару, брод, поваленные деревья и прочие неприятности бездорожья. И спустя две тысячи километров команда вернулась домой. Когда проходили по Самарской луке, там места такие непролазные. Вот там на самом деле пришлось, как говорится, друг за друга потихонечку пробираться. Машина у нас одна сломалась. Вот пока там с ней немножко повозились. Ну, с Божьей помощью добрались. Показали рыболовное мастерство. В Самаре прошли ежегодные соревнования «Рыбалка без границ». В спортивной ловле состязались команды общественных организаций инвалидов и ветеранов. В этом году соревнования впервые проходили на озере близ села Сырейка. Здесь были созданы комфортные условия для каждого участника. В командном первенстве главный приз за увесистый улов получили рыбаки Куйбышевского района. Но самое важное не результаты, а теплая семейная атмосфера и возможность для инвалидов хорошо отдохнуть на природе. Настолько удачно все получилось. Люди очень довольны. Все чувствовали себя равным среди равных. Никто не чувствовал себя обиженным, обделенным. Мы сделали все, чтобы каждый смог проявить свои таланты в рыбалке. Далее новости спорта. И я передаю слово Сергею Кизоркину. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Серебряную и две бронзовые медали на чемпионате Европы по гребле. На лодке Дракон. Он с командой отличился на дистанциях 200, 500 и 2000 метров среди ветеранов Кому за 60. Соревнования проходили в Риме, Италии. Конкуренцию сборной России составили 17 национальных команд. Пилот Дмитрий Воронов и штурман Василий Кричевский выиграли чемпионат России по ралли. Команда Lada Sport добилась успеха благодаря последнему, пятому этапу национальной гонки. Первое место в командном зачете и первое место в классе R2. До финиша тольяттинцы побеждали еще трижды в Карелии, Твери и на Урале. В 1-16 финале Кубка России Крылья Советов сыграют Шинником из Ярославля. Соперник Самарского клуба до этого на выезде в матче 1-32 финала на последней минуте матча вырвал победу со счетом 1-0 у смоленской команды, которая выступает во втором дивизионе. Крылья сыграют Шинником в Ярославле в 20-х числах сентября. А уже в эту пятницу, 26 августа, советы принимают на Металлурге аутсайдера Премьер Лиги команду из Уфы. Начало первого тайма в 19.00. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова